Еще один памятник культуры приобретет исторический вид. В самом разгаре восстановительные работы на Шереметьевском проспекте 53. У здания богатая история. Построено оно было купцом Палетовым, как увеселительное заведение. В 1912 году предприниматель Вардин создал здесь первый в городе электротеатр «Аванс». В советское время здание было кинотеатром под названием «Мир» с двумя залами и самыми дешевыми ценами на билеты. С начала 2000-х в здании разместился банк. Необходимость реставрации назрела давно. Последней каплей стало строительство офисного здания по соседству. Динамические нагрузки пагубно сказались на деревянных перекрытиях исторического объекта. Началась бумажная волокита. На основании согласованной проектной документации были заключены договоры с подрядными организациями на проведение работ, на технический надзор, на авторский надзор. На основании этого было выдано разрешение департаменту культуры на проведение работ по сохранению. Сейчас специалисты принимают первоочередные противоаварийные меры. Деревянные конструкции, стропильные и чердачные перекрытия работали на пределе несущей способности. Был выполнен проект по замене перекрытия. Балок перекрытия, они были деревянные на металлические, и деревянных стропильных конструкций на металлические фермы. Ну и, соответственно, покрытие уже кровли тоже новое. Особенности в том, что очень ужесточились нормы пожарные, поэтому, чтобы их все выполнить, тут пришлось много-много подумать. Даже утеплитель был пожароопасной. Работы выполняются уникальные. Необходимо не снимая крышу, поменять перекрытия. Инженеры говорят, что это так же сложно, как собрать кораблик в бутылке. Используем малую механизацию, ну и где-то, так сказать, ручной труд. В этом приходилось под кровлей заводить металлические балки по полтонны весом. Устанавливать их на место. Использовали тельфер, который подвешивали к существующим стропилам, перед этим их усилив. За выполнением строительных работ тщательно следят специалисты департамента культуры, реставраторы и руководство банка. Все должно быть выполнено идеально. Уклон и высота кровли здания в стиле модерн ни в коем случае не должны быть изменены. Чтобы не допустить протечек перекрытия, строителям пришлось под кровлей выполнить усиление чердачного перекрытия, устройство монолитного железобетона и перекрытия по металлическим конструкциям. Только после этого кровля была снята и сейчас, вы видите, проводится монтаж металлоконструкций уже несущих кровлю. Строители рассказывают, работа на современных зданиях несложной геометрии гораздо проще. Этот объект требует филигранных действий. Осложняет работу то, что в банке продолжают трудиться люди. Работы ведутся над действием здания. Нам приходится в основном вести работы, связанные с тяжелыми грузами, с монтажом. Вечерами, когда банк закрылся, выходные. Старая конструкция кровли была очень пожароопасна. А вести под всем этим деревянным пожароопасным шатром работы, связанные со сваркой, с огнем. Не дай бог, искра куда-то попала, и все это вспыхнуло. И от исторического здания ничего не осталось. Но, слава богу, мы эти работы провели без каких-то эксцессов. Сотрудников банка от ненасти спасает временная кровля. Восстановят в процессе работы шпиль с крыши, сломанный еще в 1920-х. Первоначальный облик с трудом восстанавливали по немногочисленным архивным фото. Главное ценное здание – южные и западные фасады. Строительные работы начались в апреле. В течение месяца подрядчики планируют их закончить. Второй этап реставрации в следующем году. В планах – это реставрация фасада. Укрепление его опять, опять все снимать вот это все надо будет. Таких построек в Иванове очень много. Вот, и они сохраняются такими же, в этот же цвет. Единственное, что укрепляем кирпич. Специальными растворами, специальными дамасками укрепляем кирпич. И потом закрепляем его и получаем вот такой цвет. Восстанавливать культурный объект – задача исторически необходимая, но сложная и дорогостоящая. Средств, потраченных на кровельные работы, вполне хватило бы на строительство нового одноэтажного здания.